Привет всем! Еду в школу. Сейчас у нас 11 часов, я утром не работал. Значит, хочу ответить на несколько вопросов, которые уже задали к последнему видео. Возможно, это будет предпоследнее видео, когда вы будете смотреть это видео. Меня спросили, как насчет работы, есть ли работа в маленьких городах в Америке, именно Uber. Я думаю, что, конечно же, есть Uber. Uber можно заниматься по всей территории страны, в маленьком городе, в большом. Единственное, что в маленьком, возможно, не будет такого спроса. Конечно, можно там работать, наверное, пятница, суббота, воскресенье и возить своих односельчан, как-то так их назвать, на работу, с работы, с бара домой. То есть в выходные и в бар. Потому что, все-таки, независимо от того, где это находится, это село, это маленький город, получить штраф за вождение в неинтересном состоянии, всегда это проблема для людей. Хотя, может быть, в деревнях это не так уж страшно, не так опасно, поскольку... Ну, конечно, там есть шерифы, полиция, ну, в общем, думайте сами. Я думаю, что, конечно же, там работа есть, поскольку Uber работает на всей территории страны. Это первый вопрос. Второй вопрос. Меня спрашивали, что, какой бизнес я хочу открыть, либо я открыл. На самом деле, я уже визитки напечатал, буклеты сейчас мы печатаем, всякую рекламную, такую, агитационную, материал напечатали. Но фирму я еще, на самом деле, не зарегистрировал. Снимал вам видео, как это сделать. И, честно говоря, опять же, проблема с языком, и не все понятно. Я разобрался, зашел на сайт, это все можно сделать онлайн. Сделать это, как можно, как рассказывают, можно за пару часов. То есть зарегистрироваться и открыть компанию. Уже открыть компанию за пару часов. Какая-то компания. Это компания клининговая. То есть убирать дома. Пока я хочу делать это в частных домах. И я уже интересовался по поводу работы, типа, коммерческом. Ну, это не знаю, как это грубо назвать, коммерческая. Но, то есть вот такие апартаменты, в которых я живу, которые я вам показывал в своих видео. Когда люди уезжают, там тоже надо чистить. Обычно чистят, конечно, люди... То есть у таких офисов, таких апартаментов нету своего персонала, который этим занимается. То есть это делают сторонние компании по контракту. Я вот узнавал в своем комплексе, стоит это 125 долларов за одну квартиру. Независимо от какой, однокомнатную, трехкомнатную, двухкомнатную. Мне кажется, такое немножко проще. С одной стороны немножко сложнее, с другой стороны немножко проще. Первых проще, почему? Потому что квартира пустая, то есть ты можешь там находиться, ну, грубо говоря, сутки, да? Конечно, ты, наверное, не будешь сутки находиться. Но, имею в виду, что там никого нету, ты можешь пылесосить, убирать. В принципе, по времени, я думаю, там неограничено. Всяких там этажерочек нету, там нету посуды какой-то, которые надо аккуратненько переставлять, вытирать пыль. То есть это немножко проще. 125 долларов за один такой апартамент. Я также уже делал пару клининговых, то есть пару уборок в домах. Моя мама делала уборки в домах. То есть она получала в районе 60-150 долларов, наверное, за дом. Потому что, во-первых, она работала на людей, то есть не сама. Я, допустим, убирал дом за 250 долларов. Конечно, цена там была, так понимаю, завышенная мною. Сейчас я хочу этот же дом попробовать убирать немножко дешевле, чтобы привлечь клиента и убирать у него дважды в месяц. То есть немножко дешевле отдать свои услуги, но убирать регулярно. Почему, допустим, сравнивая этот бизнес с Uber, то есть в Uber я, допустим, за день могу заработать 100% 100 долларов. Это примерно за 8-10 часов 100 долларов. Но это мне надо мотаться, ездить, ездить. То есть тут можно за 4-5 часов, максимум 6, можно заработать 100-120 долларов. Это 100%. Да, возможно, тут надо поработать вдвоем. Ну, как бы я собираюсь работать вдвоем, но суть такая, что за 5 часов можно, в принципе, заработать эти деньги. То есть я предполагаю, что оно у нас будет уходить как бы в общее семью. Вот, также могу сравнить. Мне предлагали работу в доставке. Значит, за доставку тоже в районе там за 6-8 часов можно получить в районе, смотря какой день, в районе 80 до 200 долларов. Ну, в выходные, конечно, это 200. То есть в обычный день, наверное, долларов так 70-80. Опять же, это надо быть постоянно на работе, развозить еду. Вот, тут, если этот бизнес пойдет, если его правильно организовать, то есть мне так кажется, то есть, да, есть определенное расписание, и ты можешь работать, ты знаешь свои дни работы. Вот, пока есть идеи у меня такие по поводу этого бизнеса. Вот, если, кстати, смотрит кто-то из моих подписчиков, людей, которые занимаются клиником или знакомы с этим делом в вашей стране, либо в любой другой, ну, если вы вообще знакомы с этим бизнесом, напишите мне, пожалуйста, комментарий какой-то, что посоветуете ли в сообщении, то есть очень будет полезна эта информация для меня и для понимания, потому что понятно, что каждый бизнес надо начинать изнутри. И мама немножко поработала, что-то знает, что-то, да, я немного знаю, но, тем не менее, конечно, это будет все познаваться с опытом, с опытом работы уже как, ну, так сказать, не как босса, а именно как частного лица в этом деле, то есть когда не на кого-то работаешь, а когда работаешь сам на себя. По-моему, вчера подвозил двух девушек, одна была с какой-то проблемой со зрением, и вторая помогала ей добираться. Значит, и почему хочу записать, записываю это видео, значит, вопрос, который задавали, кем еще тут можно работать или что-то типа того. Смотрите, первая девушка была американка, ну, скорее всего, я так понял, что она была американка, вторая была по-любому какая-то приезжая. Я, честно говоря, не стал ее спрашивать, у нее был акцент, она что-то говорила про Берлин, возможно, она немка, но у немок, я думаю, что другой акцент. Вот, обе были молодые, то есть вторая, я уверен, это ее была работа, потому что мы ехали минут 20, наверное, они разговаривали, то есть я понимал, о чем они говорят. Вторая помогала первой, водила ее, вот я их забирал с какого-то афтомологического этого центра, то есть не проверяют зрение, все такое, в общем, от окулиста, так сказать, да. Доставил ее туда, я так понимаю, ходила с ней под ручку, потом я приехал, она также ее посадила в машину, ехал я потом в такой себе студенческий городок, я так понимаю, что это первая девушка, которой помогали, она была студенткой, и ей, видимо, как-то оплачивали, страховка оплачивает эти все поездки. Насколько я понял, у нее должна быть операция через 3 месяца, вот, и эта девушка, вторая, должна была, должна будет это все время помогать. Так вот, первая работа, помощь таким людям. Да, нужен английский, у этой второй девочки был хороший, в принципе, английский, она говорила с акцентом, но он у нее был хороший. Я думаю, что за год-два работы, общение, то есть, если есть желание, то есть, это хорошая работа, и вот этим таким людям платят неплохо. А если вы еще с медицинским образованием, и это вообще хорошо, это точно знаю, тут даже есть курсы, которые можно пройти на медсестру, занимают они там какое-то время, небольшое, до года, по-моему, полгода, может, даже 3 месяца есть такие. И, опять же, если вы с образованием медицинским, то вам должно быть это дастся проще, потому что большинство, наверное, терминология все-таки идет с латыни, и вы ее должны были изучать. Потом, что хочу сказать дальше. Они общались, и оказывается, женщина-офтальмолог, или как, я не знаю точно, кто в глаза смотрит, по-моему, они говорили про Болгарию. То есть, это тоже, в принципе, страна, недалеко ушедшая от всех нас, ну, то есть, наших стран, я имею в виду Россия, Украина, Белоруссия, и, опять же, медики тут хорошо получают, я думаю, что нормально. У меня есть, ну, не могу сказать, что она хорошая моя знакомая, но мой постоянный доктор стоматолог. И когда я уезжал, я сказал, что я ее возьму, заберу сюда, когда я тут обустроюсь. Следующая вот профессия – стоматолог. Если стоматологы тут получают очень хорошие, приличные деньги, не знаю, наверное, так, ну, не так же, как и юристы, но, наверное, юристы какой-то средней планки, может, немножко ниже, но достаточно хорошо получают. Люди идут просто к стоматологам работать с ассистентами, потому что ассистенты получают тоже очень хорошие деньги. Вот вам еще профессия. Естественно, это не такие профессии, которые, то есть, большинство людей, наверное, уезжают, наверное, либо по грин-карте и начинают новую жизнь. И очень многие люди уезжают, наверное, все-таки какого-то притеснения. И мне почему-то кажется, притесняют их, допустим, по бизнесу. То есть у них был свой бизнес, они знают, как делать свой бизнес, они не знают, как, не знаю, там, ну, они не стоматологи и не какие-то врачи, скорее всего. То есть они делали бизнес, у них здесь какая-то политическая карьера, либо еще по каким-то убеждениям, то есть меньшинства какие-то. Это к тому, что, скорее всего, трудно, если вы уезжаете по, допустим, как, ну, относительно, некоторые люди, да, вернее, большинство, как я уже сказал, людей, уезжают по политике какой-то. А политики, как я уже сказал, это, политика, как я уже сказал, то есть это бизнесмены и политики, кто занимался политикой, либо там журналисты какие-то. То есть они по-другому ничего не могут, не умеют делать, кроме так, кроме как ихний бизнес. Вот. Но, возможно, есть такие люди, которые просто уезжают, потому что какая-то ситуация, или, опять же, грин-карту выиграли. То есть грин-карту выиграл, тут ты, допустим, стоматолог, тут приехал, вот учился 6 месяцев, пускай даже у тебя год пойдет на изучение английского, полгода на прохождение этих всех тестов, изучение тестов какой-то нормативной базы американской. И бац, через 2-3 года ты уже можешь работать стоматологом, либо помощником стоматолога. И это хорошие деньги, практически на старте, можно сказать. Да, 2 года, это, наверное, еще старт. Хотя я могу ошибаться, я имею в виду, что может быстрее к этому прийти, если, опять же, есть цель, и зачем идти мыть полы, либо там посуду, если ты сразу уже можешь пойти на хорошую должность. Вот такие мысли по этому поводу. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, может, кто-то из ваших знакомых, или вы знаете людей, вы подписаны на людей, которые довольно-таки неплохо устроились сначала, незадолго после того, как они приехали. Так работают заправочные станции. Буквально вчера был бензин 2.35, 2 дня назад уже доходил до 49, до 2.39, 45 даже на некоторых были заправках, и как вы можете сейчас видеть, бензин опустился, и сейчас он стоит 2.35 за галлон. Америка тоже, ну, такая классная страна, действительно, если нефть подымается, она подымается, цены на бензин подымаются, если цены на нефть опускаются, опускаются, и цены на бензин. Это очень классно. Допустим, бензин был уже по 2 доллара, но вот поднялся на практически 40 центов. Вот, сейчас немножко пошел откат, посмотрим, что будет дальше. Допустим, в наших странах, я думаю, что никто не замечал большого падения цен на бензин. Не знаю, может там на каких-то копейки, но так, чтобы на вот 40 копеек, допустим, поднялся, потом опустился. Я думаю, что такого в наших странах редко когда бывало, и скорее всего, скорее всего, что никогда. Пару дней назад я показывал, что... Сейчас не видно. Ладно. Пару дней назад показывал, что бензин был 40 центов, и сейчас стал 36, то есть немножко упало. И сейчас я заправился тоже по 36, думаю, ладно. Потом проезжаю несколько заправок и смотрю, на 1.33. И вот только что проезжал заправку, на которой я, в принципе, постоянно заправляюсь, и уже тут 30. То есть вот на 10 центов бензин подешевел немножко. А какая цена бензина в вашей стране или в вашем городе, если перевести на доллар? в гору. Гринзин